Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося офтальмолога Святослава Фёдорова, благодаря которому зрение удалось вернуть миллионам пациентов по всему миру. В этот день в знак признания его ученики по традиции проводят бесплатные благотворительные операции. Ко дню рождения Фёдорова приурочен и Международный день офтальмологии. Репортаж Татьяны Проскуряковой. Сегодня мама маленького Олега может вздохнуть с облегчением. Ребёнку грозила слепота из-за врождённой патологии. Врачи Калужского филиала Института микрохирургии глаза сделали сложную лазерную операцию. За такой высокотехнологичной помощью не пришлось ехать в Москву. Именно об этом мечтал офтальмолог Святослав Фёдоров, когда создавал сеть клиник по всей стране. Он был носителем нового. Необыкновенный был человек. Абсолютно. И, конечно, когда он приезжал в любой филиал, и к нам, в частности, в Калугу, это был праздник. Для Фёдорова целью было то, о чём другие и мечтать не смели. Когда диагноз катаракта был синонимом инвалидности, молодой врач в Чебоксарской больнице разработал уникальную конструкцию искусственного хрусталика и операцию по его установке. Первым в мире в 60-м году он успешно имплантировал искусственную линзу в глаз человека. Пациенткой была 12-летняя девочка с врождённой катарактой. Офтальмологом того времени достижение Фёдорова казалось столь дерзким, что его со скандалом уволили. Но он переехал в Архангельске 15 лет без разрешения Минздрава. Делал хрусталики и возвращал людям зрение. В провинциальную больницу ехали люди со всего Союза. И когда огромных очередей к Фёдорову не замечать уже было невозможно, хирурга пригласили в Москву. Везде были преграды, особенно бюрократические. Этого нельзя. Да вы что, да как это так, да какой это хрусталик, да инородное тело в глаз. Да что вы делаете, да это шарлатан, да это невозможно. Он всё пережил. Но он, кстати, вот как танкер такой огромный шёл вперёд. Прозрение было в каждой его идее. Академик первым стал оперировать под микроскопом. Создал лазерную установку для лечения катаракты. И главное изобретение – операционный конвейер. Он разделил этапы хирургической деятельности на пять основных этапов. И всегда занимал центральный пост. Основной этап хирургии. В кабинете Святослава Фёдорова всё неизменно. Макет первого хрусталика, диагностическая установка, на которую он смотрел своих пациентов. И даже система телемедицины, которую он создал в 87-м году. Давай, смотрю, зрачок у тебя блестящий. Просто тебе повезло. Рефракционная хирургия тоже была его идеей. Несколько надрезов на роговицы возвращали людям остроту зрения. Сегодня такую коррекцию делают лазером. Не будь Фёдорова, никакие наши успехи сегодня бы не были. Не были. Потому что задана новая философия оказания специализированной, высокотехнологичной, по мировым стандартам помощи. Плавущая клиника Фёдорова совершала рейсы по всему миру. Доктор легко делился знаниями, оставив учеников на всех континентах. Лучшая память о нём — это наши дела, это наши производственные успехи. Это сотни тысяч излечённых и обрёсших возможность видеть мир во всех его красках людей. Гибель Святослава Фёдорова стала трагедией для всех, кому он открыл глаза на офтальмологию нового уровня. Именно тогда, 17 лет назад, врачи решили проводить в день его рождения специальную акцию — бесплатные операции, исполняя главную мечту Фёдорова — прекрасные глаза каждому. Татьяна Браскурякова, Александр Антонов, Андрей Потапов, Елена Бедяк. Вести.